Александр Котков судебным приставом работает уже 18 лет. В подобных занятиях он участвует не в первый раз. Мы каждый раз эти навыки оттачиваем этими мероприятиями и потом все эти мероприятия переводим в свои подразделения районные. И также все отрабатываем на практике, чтобы у нас было отточено до автоматизма каждое наше действие. Всего по республике 53 подразделения. Сегодня все начальники отделов, старшие судебные приставы приехали в здание Тукаевского районного суда. Такие мероприятия проводятся раз в полгода. Общее построение произошло сегодня. Был проведен осмотр внешнего вида, проверка документов, внешний вид каждого начальника отделения и отдела. И после этого все были разбиты на учебные группы. В здании суда организованы учебные места. Где по основным направлениям работы судебных приставов. Первая учебная точка – пропускной режим и досмотр лиц, прибывающих в здании суда. А еще обеспечение безопасности во время заседания и многое другое. Мы здесь проходим обучение старших судебных приставов по порядку заряжания и разряжания оружия. Там показывают, как в порядке обращаться с оружием, как его заряжать. А это уже отработка ситуации, если в здании суда начнется пожар. По легенде, возгорание произошло в одном из кабинетов. Есть пострадавший. На место экстренно съезжаются также пожарные медработники. С нашей стороны было самое главное – это спасти единственного человека, который там остался. Которого не смогли они ввиду условного задымления эвакуировать. Произвели спасание с помощью устройства капюшон. Вывели на свежий воздух, передали карете скорой помощи. А затем условно ликвидировали возгорание. Как отметили сотрудники МЧС, учения прошли успешно. Елена Камалова, Эльмира Гайнудинова, Ленар Султанов. Новости. Набережные Челны.